В Конгресс США внесли законопроект об указании военной помощи Украине на общую сумму миллиард долларов. Среди перечисленных видов помощи, обучения, техника и поставки летального оборонительного оружия. Но оказалось, далеко не все уверены в том, что поставка вооружений даст преимущество Киеву. Репортаж нашего собственного корреспондента в США Александра Христенко. Главу национальной разведки США в Сенате встретили люди с длинными носами и обидными надписями. Правозащитники обвиняют Джеймса Клэппера в том, что он как Пиноккио много лгал. В частности, по поводу массовой прослушки АНБ. Одного активиста в итоге арестовали. Почему ваш АНБ выше закона, сэр? Почему вы шпионите за всем миром? Но сенаторов из Комитета по вооружениям интересовал не мир, Украина. И немного те, кто поставлен там у власти. Фамилии не так важны. Яцицук и Порошенко были воодушевлены во время выборов. Оба из разных, но продемократических партий. Впервые за 96 лет коммунисты не получили ни одного места в Раде. Для меня это был знак, что проблем с поставкой нашего оружия быть не должно. Джим Инхов тот самый, что в Сенате показывал украинские фальшивые снимки. Якобы российского вторжения недоумевал. В чем проблема поставить оружие? С точки зрения разведсообщества, это политический вопрос. Я лично поддерживаю поставки, но это мое персональное мнение, а не официальная позиция разведсообщества. А вот шеф военной разведки США предпочел говорить за всех. Летальное оружие не может быть доставлено достаточно быстро и изменить расстановку сил. На этих словах вскипел 78-летний ветеран Вьетнама Джон Маккейн. Это противоречит логике, генерал. Я знаю, как поставить оружие быстро, загрузить самолет и отправить его туда. Сенатор, мне кажется, мой ответ был. Мы не можем доставить летальную помощь достаточно быстро, чтобы изменить баланс военных сил в зоне конфликта. Достаточно быстро? Это вы о чем? У России сепаратистов протяженная внутренняя граница, и они могут доставлять оружие намного быстрее и более тяжелое вооружение. В любом случае у них будет значительное преимущество. Я уверен, что у русских было значительное преимущество, когда они вторглись в Афганистан. И за нашу историю мы помогали многим, кто был угнетен и куда вторгались. А когда мы этого не делаем, то последствия могут быть очень печальными, генерал. О трагических последствиях того, что из афганских маджахедов, которым помогала Америка, выросла Аль-Каида, Маккейн не упомянул. А вот о террористической группировке ИГИЛ на слушаниях говорили много. Впрочем, тоже не вдаваясь в детали того, как она появилась вследствие американского вторжения в Ирак. Вооруженным силам Ирака Вашингтон поставил оружие на 2 миллиарда 600 миллионов долларов. Значительная часть этой техники в итоге была захвачена. В Конгрессе бои другого порядка. Воюет армия лоббистов военно-промышленного комплекса. Ведь сумма в 1 миллиард долларов на вооружение Украины законодателями предварительно согласована. Деньги приличные. И в Америке найдется немало желающих их освоить. Александр Христенко, Филипп Дубровский, Елена Соколова. Вести. Вашингтон. США.